Это программа оперативная съемка. Здравствуйте. В настоящее время Приморский край ликвидирует последствия прохождения тайфунов Лайон-Рок. Он принес в регион трехмесячную норму осадков и Намтеуна, который тоже не обошел край стороной. В итоге в зоне подтопления 18 муниципальных районов в Приморье действует режим ЧС федерального уровня. Это главная тема выпуска. К ней мы вернемся после дайджеста новостей. 5 сентября в здании Приморской краевой филармонии состоялось прощание с начальником главного управления МЧС России по Приморскому краю Олегом Федюрой. Глава МЧС Приморья погиб 2 сентября в ходе оказания помощи жителям края, пострадавшим от тайфуна. На счету Олега Викторовича сотни спасательных операций. Это стало последней. 6 сентября. В Лазовском районе в зоне подтопления машина МЧС наполовину ушла под воду. Вытащить автомобиль из-за подни вызвались местные жители. Однако и их технику поглотила стихия. 7 сентября. Видеозапись про скудный паёк полицейского АНВФ аукнулась для автора ролика рапортом об увольнении из органов внутренних дел. Причина проста – недовольство публикацией вышестоящих по званию. Напомним, что из подробного отчета «Стражи порядка» на обед им выдавали весьма скромный паёк, в который в частности входили два куска хлеба, куриное яйцо и паштет. Из овощей по половинке огурца и помидора. На сладкая одна карамелька. При этом в набор предусмотрительно положили ложку, хотя первых блюд не предполагалось. После публикации сотрудники Управления собственной безопасности ОМВД совместно с представителями других силовых ведомств быстро вычислили автора. Им оказался полицейский из Уссурийска, который впоследствии был вынужден написать рапорт об увольнении. То же самое пришлось делать и двум его коллегам, которые стали свидетелями записи видео. 8 сентября. В интернете появились предложения от спекулянтов, которым удалось урвать заветный билетик на летний кубок КВН 2016 года, сообщает Ньюсбокс24. Правда, аппетиты у приморских псевдолюбителей КВН запредельные. Цена сопоставима со стоимостью билетов на самолет в тот же Таиланд, причем в обе стороны. Ну, им-то там вообще красная цена, там, я не знаю, тысячи по две в Москве там они стоят. По две тысячи рублей? В Москве. Ну, в смысле, если так, в Москве прийти на КВН, ну, как бы... Не, ну, если бы ее не продавали, то, конечно, она бы стоила две тысячи рублей. Они же не продавались вообще. Ни одного билета. Чего вы сами не едете? Ну, блин, если такие цены, я вот выиграл, я повторил цены припочтительные. Там по 80 продавали, по 60. Я так смотрю, там объявления мелькали, ее убирали, с этим обрадали люди. Я думаю, ну, у нас такие деньги, мне удобнее продать, чем сходить. По-богаче сходит, я более меркантильный. Ну, а вы так вообще КВН любите, нет? Ну, так-то да. Ладно, спасибо большое. За 50 что-то дорого. Торг есть вообще, нет? Ну, там максимум пять тысяч. Девятое сентября. На проспекте Столетия в Владивостоку произошла целая вереница ДТП. И под колесами сразу нескольких машин оказался пешеход. Более того, мужчина был ранен из огнестрельного оружия. Все машины двигались в одном направлении со стороны Зари в центр города. Первой шла Тойота Приус. В районе автобусной остановки на нее упал человек. Водитель второго Приуса, идущего следом, ушел в сторону и едва задел пешехода по касательной. Но рулевой Прадо, по словам очевидцев, фактически проехал по мужчине. Свидетели происшествия вызвали скорую помощь. Врачи откачивали пострадавшего более получаса, прежде чем констатировать его смерть. Когда с погибшего начали снимать одежду, у него в боку обнаружили огнестрельное ранение. Сейчас все обстоятельства происшедшего будет выяснять следствие. Приморье продолжает страдать от последствий двух тайфунов, которые за несколько дней разделили жизнь тысяч людей на до и после. Вода в некоторых районах начинает уходить. Но еще во многих ситуация обастряна до предела. А эти ковры, может их развесить где-то, чтобы они сохли? Некуда. Некоторые населенные пункты в буквальном смысле отрезаны от большой земли. В поселках закончилась питьевая вода. Людям не хватает элементарных медикаментов. В Владивостоке идет сбор средств. Горожане по-прежнему несут посуду, продукты, теплые вещи и постельное белье. В принципе, мы справляемся, но мужской силы не хватает чаще всего, потому что женщинам очень тяжело. Иногда сумки очень тяжелые. Люди в беде. Надо помочь. Вот предоставили грузовик. Сейчас повезем вещи. Так, убегайте. Пункт приема на Артышской 8 работает с 8 утра и по факту до темноты. Самые активные снаряжают личные автомобили, чтобы самостоятельно добраться до пострадавших. Начали мы собирать сейчас для шумного. То есть сегодня у нас машина отправляется в шумный. Поэтому вот мне люди везут, везут. Вот сейчас опять же будут подвозить вещи. И с моим другом мы отправляем. Он сам едет лично. У него родители в Кавалерово. Мы туда тоже собираем машины. То есть это непосредственно мы лично отвозим. И то есть это получат люди 100%. На сегодняшний день известна информация, что люди наживаются на этом. То есть появилось очень много мошенников, которые под прикрытием того, что помочь людям, собирают продукты питания, ну, понятно, вещи и так далее, и просто перепродают. Я лично с этим не сталкивалась. Это опять же все слухи. Я не знаю, насколько это правда. Поэтому на сегодняшний день есть четыре официальных пункта, в которые можно нести вещи, медикаменты и так далее. То есть это вот РТЖская 8 и еще три адреса. И также нет никаких официальных счетов по сбору средств. То есть то, что если где-то вот есть такая информация, что скидывайте нам деньги и так далее, это все мошенники. То есть это стопроцентная информация. Чтобы доставить гуманитарную помощь села Архипов, Кабриевка, Ясная и другие, волонтеры совместно с Примавтодор соорудили временный деревянный мост. Он единственный, не связывающий опять сел с большой землей. А из-за ее отсутствия местные жители долгое время оставались один на один с бедствием. По словам волонтеров, теперь жизнь в этих селах стала потихоньку, но все же налаживаться. Значит, в этих селах вода спала, речка в русле. Дорога туда достаточно терпимая теперь. Кто не побоится переехать через мост, в принципе, по дороге можно рисковать и на легковой. В селах, значит, все более-менее в порядке. Вода везде ушла, продукты в магазины начали завозить. Как бы хлеб есть, вода питьевая есть в колонках, в скважинах с медикаментами. Все нормально. Также, по словам Михаила, сейчас в этом районе работают сотрудники Даленерго. И вполне возможно, что в скором времени там появится свет. Тем не менее, до некоторых сел по-прежнему сложно добраться. Большая просьба к администрации края выделить большие машины для отсыпки грунта, для отсыпки дороги. Потому что, в принципе, в Чугуйском районе не хватает, в первую очередь, наверное, этих машин, чтобы сделать дороги. Чтобы можно было попасть, допустим, в Березовку, еще никто не попал. Если до Бреевки, до Архиповки, до Ясного добрались, до Медвежьего кута, то в Березовку не попал еще никто. Оттуда нужно добраться, надо сделать связь, надо сделать электричество. До сих пор сохраняется крайне опасная паводковая ситуация в Дальнереченском и Лесозаводском районах, которые подверглись затоплениям в минувшую среду. Как сообщают подписчики автомобильного сообщества ДПСВЛ, под воду ушел район новостройки. Затопленными оказались улицы Пролетарская, Приморская и Северная. Новостройка, улица Сахалинская. В Лесозаводске нет наводнения. Вот, пожалуйста, в дом течения *** со страшной силой. В связи с паводками на территории Приморского края возникла высокая опасность ухудшения эпидемической ситуации по острым кишечным инфекциям. Как сообщает Приморский Роспотребнадзор, в результате наводнений происходит массовое загрязнение воды в колодцах и скважинах, ухудшение качества водопроводной воды, что провоцирует распространение брюшного тифа и гепатита А. Поэтому людям очень нужны медикаменты и чистая вода. Обстановка на территории Приморского края сложная, но контролируемая. В настоящий момент силами средств территориальной подсистемы РСЧС, МЧС России, проводятся аварийно-восстановительные работы в населенных пунктах, откуда уже непосредственно ушла вода. Сейчас в авиации МЧС России производится доставка грузов гуманитарной помощи населению. Кроме этого, завоз стройматериалов. Правительством Приморского края проводятся работы по оценке ущерба населению. Уже начались выплаты непосредственно пострадавшему населению. По решению губернатора, пострадавшие от раздружительной стихии люди получат выплаты из краевого бюджета 10 тысяч рублей за потопленные земельные участки, 25 тысяч за потопленные дома. Вторую часть компенсаций получат уже из федеральной казны. Это 50 тысяч рублей за частичную потерю имущества на одного члена семьи и 100 тысяч рублей за полную утрату имущества также на одного человека. Сейчас спасатели стараются как можно скорее ликвидировать последствия тайфуна. Но, как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, окончательно работы по восстановлению региона завершат к 1 сентября 2017 года. На сегодня все. До встречи на восьмом. Продолжение следует...